Доброе утро, Букертов! Сегодня отвечу на вопрос, как спросить на иврите абстрактно, например, кто купил, кто видел, кто разговаривал, то есть какой именно глагол использовать со словом кто. Я, например, их объясню, все будет понятно. Этот урок выходит при поддержке спонсора Дмитрия А. Большое спасибо Дмитрию за поддержку нашего проекта изучения иврита в интернете. Я хочу сравнить иврит и русский язык в плане построения фразы. И в русском языке, например, я хочу спросить, кто покупает кофе? Абстрактно, да? Я еще не знаю, кто. Я спрашиваю, кто покупает кофе? И обратим внимание, что слово покупает, это как будто бы он. То есть я не говорю по-русски, кто покупаю кофе, правильно? Я не говорю, кто покупаешь кофе. Я говорю, кто покупает. Как будто бы это он или, может быть, она покупает. И такая же ситуация в иврите. Давайте сначала возьмем, дословно переведем, кто покупает кофе. Я спрошу, Миконе кафе. Кто покупает кофе? И лучше к прошедшему времени перейдем. Более будет наглядно. Я хочу спросить, кто купил кофе? Я спрошу, Микона кафе. И Кана это он купил. Микона кафе. Например, я хочу спросить, кто видел Сару? И это как будто бы он видел. Не я, не ты, а он. Абстрактно, кто видел Сару? Ми, Ра, А, Эт, Сара. Я хочу спросить, кто разговаривал с Сарой? Я спрошу, Ми, Дибер, Им, Сара. И здесь Дибер, это он. Он разговаривал. То есть, со словом Ми, абстрактно, когда идет вопрос, мы используем глагол в третьем лице. Он, Ми, Дибер, Им, Сара. При этом, возможная ситуация, например, в женском коллективе, когда работают только женщины. И тогда, например, когда по-русски спрашивают, кто разговаривал Ла с Сарой, например. То есть, мы подчеркиваем, что мы точно знаем, что в ответе будет женщина, она, не он и она. Тогда на иврите, соответственно, можно сказать Ми, Дибра, Им, Сара. Или, например, в женском коллективе, кто купила кофе, например, мы спросим. И тогда на иврите, соответственно, можно тоже будет сказать Ми, Канта, Кафе. То есть, в этом случае мы подчеркиваем, что речь идет о женщине. Но еще раз, если абстрактно мы спрашиваем, мы не знаем, кто, мы хотим узнать, кто, то мы используем глагол в форме мужского рода. Например, Ми, Канна, Кафе. Или, например, кто построил этот дом. И мы спросим. Ми, Бана, Эт, Абайт. И Бана здесь, в форме мужского рода, он, когда мы не знаем ответ, кто, это мужчина или женщина и несколько человек, глагол в форме мужского рода единственного числа. Я очень надеюсь, что это было несложно, понятно и пригодится. Спасибо за внимание. С вами был Марк Харах, Литраут. До свидания.